Парни, всем доброго дня! И это такой ролик промежуточный, потому что мы в свое время говорили вам о том, что все, вакцентр теперь больше не существует и мне постоянно на эту тему сыпятся вопросы. На данный момент у нас все еще есть это название, мы еще его можем использовать, но ребрендинг происходит, название уже выбрано, просто сейчас происходит регистрация товарного знака. Поскольку у нас очень оперативная цифровая информационная страна, товарный знак регистрируется от полугода до полутора лет. То есть спустя где-то 3-6 месяцев ты получаешь более-менее полноценную информацию, зарегистрировали ли твой товарный знак. Получается скороговорка. Я извиняюсь, я очень сильно буду щуриться, потому что целыми днями нахожусь в сервисе и света нормального не вижу, мне очень непривычно. Вот. Возвращаясь к товарному знаку, все, название есть, название выбрано, но скажу честно, это не то название, которое из комментариев. Там получилось как? Мы сначала запустили в комментариях, вы накидали кучу крутых идей, но их нельзя было зарегистрировать как товарные знаки, юридически. Потом мы заказали нейминг, это тоже не понравилось. В итоге путем, как это, постоянных думаний в один прекрасный момент меня осенило, я записал название, мы запросили и его все-таки можно использовать. Самое смешное, я даже не мог использовать свою фамилию, потому что это зарегистрированный товарный знак в Сургуте. Я запрашивал и как бы типа сказали, что нет, этого не будет. Я буду подглядывать в телефон, потому что большое количество информации, я не самый выспавшийся человек, мой друг кофеин всегда рядом со мной. Ну, сейчас очень много работы. Что касается самого кризиса, это, наверное, для тех, кто коллеги мои по цеху. Путин же говорит коллеги, нет? А, не, он партнеры говорит. У него наши партнеры. Это звучит очень по... Ну, ты понял, не суть. Коллегам, скорее всего, это информация. Что по цифрам? По цифрам у нас по Питеру просадка где-то на 5%, но поскольку мы начали активно продвигаться по продаже запчастей по всей стране и по странам СНГ, у нас наблюдается рост. То есть рост прибыли, рост оборота. В этом плане у нас в целом все хорошо. Все эти подробные вещи я очень оперативно всегда рассказываю в Инстаграме. Кто не знает, да, у нас есть Инстаграм, там ежедневная наша жизнь, сервисы, как бы. Когда есть время, я выкладываю. Если я не выкладываю, парни, это не потому, что нечего снимать, это просто потому, что банально нету времени. Ой, что же я еще хотел рассказать-то? Далее а как еще повлиял кризис? У меня очень сильно поменялось мировоззрение, я очень сильно начал экономить деньги. Вот максимально. И на удивление, мы смогли оптимизировать порядка 120 тысяч рублей, только поменяв немного бизнес-процесса, отказавшись от услуг одних поставщиков услуг, я не знаю, как это правильно сказать, и взяв другие. То есть банально у нас агрегатор мессенджеров сжирал в месяц 15 тысяч рублей. Мы нашли другое чуть попроще, которое на данном этапе нас устраивает, и он нам встал в год в 36 тысяч. То есть получается до 40 тысяч рублей он мне встал. Это получается за 3 месяца я уже в целом отбился, и все у меня хорошо. При этом работает он плюс-минус так же, и честно скажу, все агрегаторы мессенджеров, которыми мы пользовались, они работают объективно коряво. Блин, что еще-то? Все нормально вроде. То есть, я не знаю, нас кризис не так сильно коснулся, как некоторые сферы, и я этому безумно благодарен. У нас апрель сопоставим с апрелем прошлого года, потому что мы неделю только не работали, а потом нам губернатор, ну и всем автосервисам в Санкт-Петербурге разрешил работать. В этом плане Петербургу повезло, в отличие от той же Москвы, я там с ребятами общаюсь, они, конечно, вообще стреляются в Москве, полная жопа. И мне искренне жаль владельцев бизнеса, потому что у нас режим ХЗ, как бы, все об этом знают, и арендаторы, вот нам сейчас, кстати, огромное спасибо арендаторам, они нам снизили аренду, правда, на 15%. Но мы работаем, то есть, как бы, все понимают, что сейчас есть упадок, и, ну, хотя бы 15% это уже хорошие деньги, мы можем их сэкономить и дальше кинуть в развитие. Что касается изменения мировоззрения, так как я начал много экономить, появилось дополнительное количество лишних денег в фирме. И у кого бизнес, они знают, что самое плохое, это когда эти деньги просто лежат на расчетном счету, что деньги, они всегда должны работать. Нельзя вот там копить какую-то кубышку на расчетном счету, это абсолютно глупо. Именно поэтому мы сейчас будем в этом кризисе, на самом деле, расширяться, но пока мы думаем, в какую сторону расширяться. Либо мы будем открывать вторую станцию, и здесь я смотрю, компании, у которых, видимо, не очень эффективное управление было, они начинают разоряться. То есть я вижу очень большое количество бизнесов на продаже за хорошие деньги, и параллельно ищу помещение. То есть как бы... Либо ищу право переуступки, арен... Право переуступки, прав аренды. Господа, я очень люблю, когда мне звонят во время съемок, чтобы аренда была напрямую от города, потому что тогда все знают, аренда стоит на порядок дешевле, то есть, ну, там, кратно дешевле. Если ты берешь коммерческую недвижимость у какого-то собственника, который является частным лицом, в среднем по Питеру квадратный метр стоит от 600 до 800 рублей. Если ты берешь от города, то эту цифру можно очень сильно сократить. И тогда уже имеет смысл открывать другую станцию. Но это очень философский вопрос, потому что мы сейчас, поскольку по России очень много начинаем отгружать, мы задумываемся уже о написании нормального интернет-магазина полноценного. И объективно он станет нам, я думаю, 1600 рублей. Это будет на порядок дешевле, нежели открывать станцию. Потому что станцию, даже если на три подъемника мы откроем, это полторашка точно с покупкой всего инструмента и прочей радости жизни. В этом плане мы как бы пока думаем. Мы сейчас читаем, мы очень сильно переформатируем полностью компанию, мы максимально оптимизируем все эти бизнес-процессы, мы максимально оптимизируем время менеджеров, смотрим, наблюдаем, все время что-то допиливаем, перепиливаем. И здесь я сталкиваюсь с огромным сопротивлением, конечно, со стороны персонала. Потому что люди, которые привыкли таким определенным образом работать, им очень сложно перестроиться. Отчасти я их понимаю, но по-другому, к сожалению, нам здесь никак не выжить. И вот одно из этих вещей по оптимизации в будущем менеджеров по запасным частям, они в ближайшее время понадобятся, я буду нанимать в регионах, на удаленке. То есть, по сути, любой человек, который обладает знаниями, сможет работать с нами. Работа будет происходить в том, что вы будете сидеть в мессенджерах, отвечать на заявки клиентов, согласовывать заказы клиентов и от вашего оборота, от прибыли, которую вы принесли в компанию, будете получать зарплату. Для чего я это делаю? Потому что в Питере менеджеры у меня зарабатывают хорошо, менеджеры у меня зарабатывают от 80 тысяч рублей. Это круто, с одной стороны. С другой стороны, для меня это расходы. То есть, я могу там за 60, за 50 тысяч рублей, допустим, где-нибудь в Белгороде, если будет сидеть менеджер, да, Белгород, не знаю, Ростов, неважно где, будет сидеть менеджер и получать 50-60 тысяч рублей. В целом, для того города и затрат, который в Белгороде, это тоже будет хорошая зарплата, человек будет мотивирован. Интересно именно построить уже бизнес нового поколения, потому что я понял для себя в этом кризисе, что необязательно общаться с людьми оффлайн, то есть, необязательно видеть менеджера, необязательно стоять у него над душой, а в целом, когда мы неделю сидели, мы все равно работали и принимали заказы, и у нас в целом это все хорошо получалось. Эти бизнес-процессы сейчас будут допилены, обкатаны, и все будет хорошо. Сочка моя любимая, кстати. Я думаю, что я еще года два на ней буду кататься точно, потому что вот этот перелом мировозжения, 911-й хотел покупать. У меня детская мечта купить 911-й. Я на него выделял где-то 3,5 миллиона. Думаю, вот это будет тачка, с которой я состарюсь. Вот точно тачка же на 911-й, потому что он же дорожает со временем. Он как инвестиция даже. Но нет. 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 И еще раз нет. Потому что большие затраты на покупку машины, на содержание машины ломануло таким образом, что интересно построить что-то большое, что-то крупное и оставить какой-то след после себя. Хотя в этой стране это сложно. Палки в колеса не то, что вставляют, палки в задницу вставляют уже. По сути, со всеми этими поддержками бизнеса, населения и так далее. Так, сейчас я еще подсмотрю. Так, это рассказал, это рассказал про интернет-магазин. А, еще из точек роста мы сейчас заключили договора с официальными импортерами Мерседеса, Ягуар, Land Rover и BMW. И в ближайшее время, я думаю, мы начнем продавать запчасти на них. То есть обслуживать мы эти машины на данный момент не будем, а будем пока что продавать детали. Почему? Потому что тяжелый поиск сотрудников, большое количество денег на покупку специнструмента. Если ты открываешь интернет-магазин, вот опять-таки сайт 600 тысяч ты вваливаешь, он на дистанции в два года встанет на миллион в полтора. Это гораздо дешевле, чем поставить станцию. Нанять персонал, пройти этот путь боли, пройти путь рекламации. Мы это уже проходили, и это очень тяжко. По ВАГу уже вопросов нет, мы все понимаем, все знаем, что, где, кого, когда купить. По другим маркам с этим могут быть проблемы. Вот, поэтому в ближайшее время мы будем еще поставлять Jaguar, BMW, Mercedes, с кем-то мы еще, ну, Jaguar Land Rover, понятно, с кем-то мы еще вели переговоры, я уже не помню. Но это точно не Kia, это точно не, ну, не такие более популярные автомобили, точно не GM, который ушел с нашего рынка, потому что мы хотим работать именно с официальными импортерами. И сайт, кстати, будет писаться таким образом, чтобы вы могли нормально заказывать запчасти, именно оригинальные. На данный момент все это происходит через мессенджеры, через тот же самый инстаграм, ну, в живом общении. Если вдруг вы какой-то оптовик, либо вы хотите сами там поковыряться в каталогах, мы опять-таки ведем переговоры, просто скажу честно, вот каталоги, например, тут та же самая Едка, либо Mercedes-овский каталог оригинальный, Daimler AG, стоимость одного, стоимость тысячи запросов запчастей, то есть, вот вы смотрите на свою машину запчасть, вам нужно пять запчастей, и вы пять раз на эти машины ткнули, тысяча таких запросов стоит около десяти тысяч рублей. И мне нужно посчитать математику, насколько это будет востребовано, потому что может оказаться таким образом, что человек просто будет бесплатно пользоваться каталогами, а я за это буду платить деньги. Вся эта цифровая история, она стоит немаленьких денег, но я думаю, что мы все-таки найдем оптимальное решение для этой истории. Сейчас с вашего позволения можно? блин, слушай, так непривычно, вот птицы, я птиц слышу, понимаешь, я слышу не гайковерты, я не слышу, как ступицы выковыривают из кулаков, я слышу птиц. Настолько много что-то работаем, мы же не сильно стали много зарабатывать, ну не сильно больше, у нас рост есть, да, но он где-то в 15-20%, это очень хороший рост для компании, но работать мы стали просто кратно больше. Я сейчас работаю 6,5 дней в неделю, потому что когда около выходной, мы вот как раз снимаем. У меня менеджеры сейчас, я не знаю, это так круто, они замотивировались, они там в выходной свой могут сесть, я пишу, у тебя там клиент такой-такой-то, да-да-да, сейчас дома подключился удаленно, мы все это настроили. Именно поэтому я хочу ребят нанимать в регионах, потому что я понимаю, что Питер-Москва будет чуть полегче в итоге, Питер-Москва более-менее быстро отскочит, здесь денег много, а ребятам в регионах будет посложнее, то есть там это будет более затяжная история и будет посложнее найти работу, а мы с удовольствием готовы хорошим специалистам, ответственным ребятам предоставить возможность зарабатывать хорошие деньги для своего региона. Сейчас, ваше здоровье, кофеиновое. Наверное, около итог будет этому ролику. На данный момент, несмотря на то, что рост, блядь, ну мне страшно, просто страшно. Каждый день я боюсь, что могут закрыть Питер на карантин. Каждый день я переживаю за то, что что-то может пойти не так, потому что ситуация в целом в стране, она не самая хорошая, да, мы не будем углубляться в политику, я думаю, что всем и так понятно, как бы, нынешняя ситуация с кризисом очень сильно все расставила на места и показала отношение к людям. Но бизнес в другой стране делать неохота, потому что мы носители этого языка, а язык создает менталитет. Ну я, например, не приживусь в другой стране, где бы я не был, я понимаю, что мое место, мой дом, Россия, как бы, я здесь прожил большую часть своей жизни, я русский по национальности, ну и так далее. Итог. Какой же из всего этого итог? Пипец, как страшно, но мы пипец, как пашем, потому что пока есть возможность, мы работаем. Я надеюсь, что все будет хорошо. На данный момент у нас рост, у нас большой запас денег имеется. На самом деле, сейчас уже, вот если нас закроют, да, с сервисом, со всей историей, с зарплатным фондом, мы полгода протянем. Зарплатный фонд, арендный фонд, то есть какое-то время тебе нужно будет поддерживать обновление ПО, этого же никто не отменял. Вот. Поэтому так. А, прикол, хочешь? У нас же экваринги, нам, когда люди оплачивают, то есть, допустим, нам оплатили 100 рублей, у нас 2% экваринг забирает сразу же от общей суммы, нам это нужно закладывать на ценку. Я звоню в, как это, не будем называть компанию, но это самый главный банк, зеленая, пытаюсь не материться, чтобы мы монетизацию не сняли, Green Light иди нафиг банк, давай его так назовем. Я им говорю, ребят, ну как бы сейчас сложное время, вы можете пересмотреть условия экваринга, потому что для нас сейчас каждая копейка важна. Они такие, а вы знаете, мы на время пандемии не пересматриваем условия договора, и как бы меня очень вежливо послали нафиг. Ну и мало того, что они нам обещали 1,8, а потом сказали, мы такого не обещали, это уже тоже совсем другая история, я думаю, это человеческий фактор менеджера. Ой. Мы пойдем погуляем немного, вам огромное спасибо, что посмотрели этот ролик, и до скорых встреч. Самое важное, пожалуйста, пацаны, постфактум, ребрендинг происходит. Пожалуйста, не спрашивайте меня каждый раз. Я за это время ответил тысячи раз, что с ребрендингом. Он, это длительный этап, длительный, очень длительный этап, и он уже запущен. В ближайшее время вы все обязательно узнаете. Как только будет логотип, как только все будет, это все будет в Инстаграме, на Ютубе, везде вся эта информация будет. Еще раз спасибо, что посмотрели этот ролик и до скорых встреч.